Итак, всем здрасте, товарищи! Гамар Джобоген от Сваля и приветствую всех поклонников Хвича Кварацхели, который начинает прибавлять, как и вся его команда. Наполе добился очередной победы, причем победы крупные, со счетом 4-0. Да, конечно, соперник был не самый статусный, но, вы знаете, Лечи — это команда не из робкого десятка, это крепкий орешек, и вот так раскатать их под орех — это дорогого стоит. Ну и здесь Кварацхели отметился потрясающим результативным прорывом, когда он взял игру на себя, прорывался через левый фланг, ушел от соперников на замахах, на технике и выложил идеальную голевую передачу Осимену. И в результате Наполе забил второй мяч, который фактически предопределил дальнейший ход встречи. После этого уже всем было понятно, что Лечи не отыграется, Кварацхели сняли с игры, ну и в концовке Наполе уже чисто, знаете, фаталити провел, контрольный в голову, ну то есть добил вот этот самый Лечи, забили еще два мяча, но, наверное, ключевым голешником. Тут был первый гол и второй, в тот момент, когда Кварацхели как раз-таки был на футбольном поле. Ну и вообще Хвич показал себя отлично, был одним из самых полезных футболистов своей команды, так что давайте разберем его действия поподробнее. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, первое, что бросилось в глаза – это, конечно, обновленная линия атаки. Ну, потому что сейчас, понятное дело, очень плотный график, матчи чемпионата Италии, на носу важнейшие встречи Лиги чемпионов, в том числе и с Реалом. И поэтому здесь нужно было как-то освежить обойму. И, например, на остаре атаки вместо Осимена появился Семен. Правда, эксперимент оказался не очень удачным. Семеныча в итоге сняли с игры, выпустили вместо него Осимена сразу после перерыва. И, что характерно, стоило всего несколько минут поиграть вместе Кварацхеле и Вите. Они снова нашли, так скажем, игровые связи буквально моментально. И Виктор Осимен забивает мяч именно с передачи Кварацхелии. Так что здесь, видимо, не стоит разбивать эту парочку. Они должны взаимодействовать и выходить вместе. Тогда Наполи сразу забивает. В общем, это был эксперимент, наверное, не самый удачный. Но, тем не менее, появился слева Кварацхелия. В центре нападения вместо Осимена появился Семена. А вот справа появился Линстрем. И вот это уже куда перспективнее, потому что правый фланг очень часто провисал у Наполи. Политану это не такой звездный, наверное, игрок, как Квара и как Осимен. И поэтому здесь была нужна вот еще одна такая опасная атакующая единица. И появился Линстрем, парень очень перспективный, который вполне возможно станет третьим недостающим звеном для атаки неаполитанцев. И здесь было интересно посмотреть на взаимодействие Осимена, Кварацхелия и Линстрема. К сожалению, по времени они отыграли, ну, совсем мало, 17 минут в качестве тройки во втором тайме. Но некоторые интересные нюансы в их взаимопонимании я все-таки для себя отметил. Например, то, что Кварацхелия, судя по всему, будет больше смещаться в центральную ось с левого фланга. И там уже взаимодействовать с Линстремом, который также очень здорово действует под нападением. В общем-то, для этого Скандинава данная позиция, наверное, даже основная. Справа он играет, ну, по стартовой расстановке, а по ходу игры очень много смещается в центр. И таким образом фланговые защитники закрывают бровки, а Кварацхелия и Линстрем все чаще будут появляться под Осименом. Интересные нюансы, возможно, это задумка Руди Гарсии. Ну и в итоге, помимо того самого голевого прорыва, Хвич сделал еще очень много всего полезного. Несколько обостающих передач, несколько успешных обводок. И по версии того же самого сайта Huskort, который подсчитывает технико-тактические действия, у Хвичи лучшая оценка в Наполе после Зелински. Ну, разумеется, если брать тот эпизод игры, когда на поле был Хвичи. То есть свой отрезок матча он отработал великолепно и показал себя так, как нужно. Ну и в очень важном моменте встречи, когда казалось, что Лечи после первого тайма, где они уступили 1-0, что вот Лечи может попытаться камбэкнуться, спастись, попытаются они отыграться. Вот именно здесь Хвичи отдал ту самую феноменальную голевую передачу. Поэтому Кварацхелия хороший, он прибавляет. Он обрел уверенность после долгожданного забитого мяча в предыдущем туре и будем следить за ним в следующих встречах.